Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Во время Оона понуди Иисус ученики своя влезьте в корабль. И предыти ему на он пол, донди же отпустит народы. И отпустив народы, взыди на гору, един, помолитесье. Поздя же бывшу, един, бету. Корабль же бе посреди моря, влаясье волнами. Бе попротивен ветер. В четвертую же стражу ночи, иди к ним Иисус, ходя по морю. И увидевши его ученицы, по морю ходящи, смутишися, глаголюще, якобы призрак есть. И от страха возапиша, ай бежречи им Иисус глаголи, дерзайте, аз естьм, не бойтесья. Отвещав же Петр рече, Господи, ащи ты, Иси, повели мне прийти к тебе по водам. Он же рече, прийди. И излез из корабля Петра, хождаши по водам, прийти к Иисусове. Видя же ветер крепок, убояся, иначе ну топать его, запи глаголя, Господи, спаси мя. Яби Иисус простер руку, яд его и глагола ему, маловери почту сумнелся Иси, и влезши мы има в окрабль приста ветра. Сущи же в корабле пришедши поклонишися ему глаголюще, воистину Божий сын Иси, и пришедши приидоша в землю генесаревскую. Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры. Сегодня воскресенье, 10 августа, и мы с вами читаем Евангелие от Матфея, главу 14, то есть 22 по 34 стих. И сейчас давайте откроем русский переводного завета, найдем эти евангельские строки и послушаем, как они звучат. «Тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону. Покон отпустит народ. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине. И вечером оставался там один. А лодка была уже на средине моря, ее било волнами, потому что ветер был противный. Четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, уедив его, идущего по морю, встревожились и говорили, «Это призрак!» и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ, «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал, «Иди». И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал, «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали, «Истинно ты, Сын Божий, и переправившиеся прибыли в землю генесаритскую». Вот такие в ангельской строке мы с вами слышим. «Чудо хождения Господа по водам» здесь нам указывается. «Чудо, когда апостол Петр по воде пошел». Но давайте сначала смотреть. «Господь понудил учеников своих в лодку отправиться на другую сторону Галилейского моря». Почему понудил? Но вот здесь, если мы вспомним эту ситуацию более широко, то увидим, что только что произошло чудо насыщения хлебами огромного количества людей. Это апостол Иоанн такую подробность замечает, что люди настолько были восторжены этим событием, что прямо хотели Христа взять и насильно сделать своим царем. Прямо привезти его, видимо, куда-то в Иерусалим, может быть, и там возвестить, что он их царь. Хотя мы с вами, опять же, от того же Ангелиста Иоанна знаем, что не ради Царства Божия люди так к Христу здесь стремились, а потому что еле хлеба насытились. Это им особенно понравилось. Когда Господь им стал говорить о другом, они стали возмущаться, обижаться. Он говорил о том, что он есть истинный хлеб, который сшедший с небес, что его вкушать нужно, его тело, его кровь. Это было людьми не понято. Слова Христова показались им тяжелыми, грубыми, безумными даже где-то. И вот только что желали, чтобы он их был царь, тут уже и не желают этого. Ну а здесь Господь Чечников своих вот так вот отправляет, прямо вот силой, что давайте ко всему плывайте. Потому что им было не полезно видеть восторг толпы. Потому что и они могли здесь заразиться вот этим чувством народного ликования. Потому что не всегда это полезно. Не всегда полезно быть вместе своими даже собратьями, когда они в своем устремлении желают дурного, желают плохого. И вот Господь отправляет их, а сам народ отпускает и уходит на гору помолиться. Вот тоже очень важный пример. Молится. Господь очень часто молится. Показано, что всякий человек нуждается в молитве. Молитва вообще постоянная. Что всякий человек должен духом своим, постоянно с Духом Божиим соединяться. А для этого нужна молитва. Молитва умная, молитва сердечная. И вот Господь уходит молиться так наедине. Ходит на гору до некого возвышения. Как бы так вот устремляясь к небу. Даже так вот физическим образом. И там молится. Апостолы плывут на ту сторону Галейского озера. Но хоть и невелико. Морем называется то, что море. Озеро большое, но не очень большое. Окружено со всех сторон горами и часто там резко меняется погода. Зачастую сильный ветер поднимается. Ненадолгое время, но тем не менее вызывает очень большое волнение в этом водоеме. Большие волны поднимаются. Так вот и здесь, когда апостолы плыли на середине этого моря Галилейского, лодку било волнами, ветер был противный. И вот Господь, видя их в таком бесственном положении, со временем четвертую стражу ночи, то есть уже в последнюю часть ночи, он идет к ним, идет по воде. Причем, смотрите, если мы внимательно Евангелие читаем, то вспомним, что ситуация подобная уже была. Когда вот они переправлялись через это озеро, опять же, буря поднялась, и в лодку заливала волнами, но тогда Господь был вместе с ними, он спал на корме. А вот здесь нет, они одни остаются. Но вот смысл этого события, он опять же схож. Здесь они испытываются. Господь приучает их к тому, что, человек, тебе нужно уметь вот такие испытания превозмогать. Да, сначала апостолы были более немощные, Господь с ними рядом был. Хоть и спал, но рядом. А здесь вот как бы они остаются вроде бы в одиночестве, но видим, что они не в одиночестве. Он всегда за ними смотрит. Всегда Он готов им помочь, и тогда, когда это нужно. Тоже для нас пример. Чтобы что бы в нашей жизни не происходило, Бог всегда рядом. Даже если нам кажется, что Его нет, даже если кажется, что Он бездействует, нужно быть спокойными и понимать, что когда нужно будет, Бог придет на помощь. А пока тебе нужно просто научиться пережить вот это испытание. Это очень важные вещи. Очень важные. Потому что часто мы на этом плане неправильно к Богу относимся. Например, когда что-то происходит, мы тут же просим Бога, Господи, избавь меня от этого. Избавь меня от искушений. Избавь меня от этих страданий. Избавь меня от этих трудностей. То есть что за такой молитвой стоит? Нежелание потрудиться, нежелание даже как-то понапрягаться. То есть любую трудность мы пытаемся как-то обогнуть, от нее убежать. А Господь, наоборот, желает, чтобы мы смогли научиться побеждать в таких ситуациях. Чтобы мы стали терпеливыми, стали более сильными, стали более могущественными. Знаете, как с ребенком. Если мама всегда ребенка носит на ручках, а ребенок всегда к маме ручки свои тянет. Даже он может там дорасти до своих 15 лет и все там к мамочке бросается. А маленький всегда тянет. Но если мама его будет всегда на ручки брать по первой просьбе, то он ходить не научится. Нужно, чтобы... Да, вот я рядом, я тебе помогу, когда ты что-то действительно не сможешь сделать. А это пока ты можешь делать. Научись, научись. Так вот здесь и в этой ситуации. Апостолы остаются одни, но они не брошены Господом. И они в этой скорби пребывают, чтобы стать более сильными, более мужественными. А когда уже совсем тяжело становится, Господь идет к ним. Идет вот прям вот так, напрямую, по воде. Показывает всем своим видом, что вот Бог к вам идет. Причем то, что когда в прошлый раз лодке был и повелел словом своим ветру и волнам утихнуть, и не успокоились, что это вызвало величайшее удивление. Здесь-то ведь чудо еще большее происходит. Идет по такому волнущимся морю. Идет по воде. Видим, что стихия послушна ему. Что не просто повелевает, он вообще полностью владеет ситуацией. Они, видя его, боятся здесь, думают, что это призрак, но вот он их успокаивает. Говорит, ободритесь тебя, не бойтесь. То есть сразу у них вот этот страх и волны, страх его, как призрака, здесь тот же пропадает. Петр, будучи горячим человеком, говорит ему ответ, Господи, если ты повели мне прийти к тебе по воде. Видимо, что он здесь дерзается, творит такое же чудо. Ему тоже хочется быть со Христом. Ну что ж, все это спишем на его в такую величайшую любовь к Господу. Господь ему разрешает, что, ну что ж, давай, иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы пойти к Иисусу. Видим, что вот это волнуешься море его не устрашает, потому что он глядит на Господа. Он стремится к нему. И вот эта вера величайшая, слова с Христовым, о Христа, она здесь позволяет ему прикоснуться, чуточку, но прикоснуться к этой всемогущей силе Бога, который рядом с ним находится. А вот дальше что произошло? Дальше произошло некое у него маловерие. Видя сильный ветер, испугался. Посмотрите, волн не боится, ветра испугался. Больше победил, меньше был побежден. Ну, а как только испугался, сразу вера у него пропадает здесь, видимо, уменьшается, и тут же начинает тонуть. Вода уже его не держит, не признает его владыкой своим. И закричал, Господи, спаси меня. Иисус тотчас простил руку, поддержал его. То есть, видимо, Господь не дает искушения высшей силы. Он говорит ему, маловерный, зачем ты усомнился? Чего ты испугался? Когда они вошли в лодку, ветер утих. А лодка в этот момент как раз и прибывает, подходит к берегу. Но здесь вот как вот замечать ситуации, какое-то время Господь ведь из воды его достает, они вместе по воде идут дальше. То есть, не сразу в лодку идут, а вот идут, видимо, рядом, пока лодка подплывает уже к берегу. Когда вошли в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали, истина ты, Сын Божий. И прибыли в страну Генесарецкую. Вот такое Евангелие сегодня мы с вами прочли, братья и сестры. Читали мы Евангелие от Матфея, главу 14, то есть 22 по 34 стих. Напоминаю всем нам необходимости чтения Священного Писания, ежедневно, хотя бы по одной или по две главы. Благословение Господне да пребывается всеми нами.